На связи со студией Павел Лакейчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Слава Украине! Героям слава! Вот видим, что происходит в Авдеевке. Да, практически ни одного целого здания уже не осталось. Мы знаем, что примерно 10 октября враг начал штурм Авдеевки. Вот уже больше трех месяцев небольшой, но героический город держится. Вот скажите, все достижения врага ведь возможны только из-за его тактики просто разрушать все на своем пути, но иначе они воевать не умеют. И, судя по всему, эта тактика изменяться не будет. Ну, это очевидно, это не только Авдеевке касается. Вспомните, Северо-Мариуполь, Северо-Донецк, Лысичанск, Бахмут, Маринку. Ну, стратегия везде одна и та же. Сравнять с землей, уничтожить все. Но они же не на своей земле воюют. Поэтому, в принципе, им не жалко, да? Ни людей, ни зданий. Вы знаете, вот грунт на Авдеевском направлении Промерсы, враг был недавно совершенно, да и враг начал чаще применять тяжелую технику для попыток прорыва обороны наших войск. Сейчас вот снова такая оттепель, грунт снова размяк, да, превращается в такое вот буквально непроходимое болото. Скажите, вот скажется ли это на эффективности действий? Выборы Путина все ближе. Я так понимаю, что российским солдатам отдан приказ до выборов взять Авдеевку. Но, похоже, и погода тоже мешает врагу. Ну, в телевизоре они Авдеевку возьмут по-любому. Ну, независимо от того, в реальности будут держаться обороны Авдеевки или нет. Поэтому, картинку подать нужно. На днях, вчера в Крымках демонстрировали там российский флаг, ровно полчаса. Вот, дабы доложить Путину о том, что его приказы выполнены. То же самое касается Авдеевке. Лучше они со всех сторон. Задача поставлена. Уже в который раз сроки переносятся. Хотели они Авдеевку взять к началу избирательной кампании. Ну, теперь, дай бог, к ее окончанию. Ну, и то еще большой вопрос. Хотя, конечно, ситуация... Ну, это, наверное, самая горячая точка фронта сейчас. Я никого не хочу сказать, что там на Алиманском направлении или на том же Маринском направлении или на Приднепровском направлении легче, на Купянском. Но на Авдеевке... Авдеевский выступ, он остается такой основной точкой приложения сил противника. Это можно видеть по количеству атак, которые он осуществляет ежедневно. Повлияют ли погодные условия? Ну, отчасти оно да. Погоду предсказать сложно. Как только промерзание грунтов происходит на более-менее хотя бы 15-20 сантиметров, не говоря уж про 30, противник пытается применять, дополнять свои местные штурмы атаками бронетехники. Но погода изменчива, поэтому изменчива будет и тактика действий противника. Задачи остаются прежними. Либо окружить Авдеевку, либо выдавить из нее наш гарнизон. Вы знаете, вот по Авдеевке, то, что там сейчас происходит, вот эта интенсификация их усилий, есть ощущение, что этими атаками Путин хочет как-то информационно перекрыть позор от потери самолета А-50. И вот это, кстати, тоже многие эксперты заметили. Им сейчас нужна хоть какая-то победа? Ну, что касается А-50, это в нашем информационном пространстве и во всем мире эта информация известна, в России ее нет. Официально в России такой информации нет, об этом сообщил даже усы Путина, гражданин Песков, о том, что такой информации они не располагают. Все вопросы к Министерству обороны, Министерство обороны морозится. Поэтому, ну, а русские верят в своему руководству. Ну, знаете, сарафанное радио тоже работает, они видят и Freedom наш, они видят Telegram, они видят YouTube. Они все это видео, просто они вслух об этом не говорят, по телевизору об этом не рассказывают, но люди об этом знают, тем не менее. Ну, вот и по штурмам Авдеевки, собственно говоря, все знают, какой ценой дается там каждый метр, как бы это было и с бахмутской мясорубкой. Знаете, вот вы уже сказали об атаках бронетехники врага, и вот наши военные говорят, что от этих атак очень часто спасает Авдеевку героизм наших солдат и БМП Брэдли, вот, которая буквально, ну, испепеляет технику врага. Давайте посмотрим небольшой эпизод, как это происходит, а дальше продолжим беседу. Вот впечатляющие кадры, вы знаете, вот, насколько я помню, это стреляет автоматическая скорострельная пушка М242, бушмастер калибра 25 миллиметров, но, видим, даже этого калибра достаточно, чтобы буквально разложить вражеский танк на атомы. Вот это по сообщению Александра Штупуна, спикера пресс-центра силы обороны Таврического направления, вот только за три дня враг потерял на Авдеевском направлении 41 бронемашину и 17 танков. Ребята очень хвалят эти машины Брэдли, говорят, если бы их больше было, врагу пришлось бы еще сложнее, вот даже с его перевесом в танках, как вы считаете? Лучше из того, что мы получили от наших партнеров, ну, не будем такие там крутые какие-то, это три семерки, это Брэдли и М117. Ну вот, чтобы понять, что такое БМП Брэдли, есть такой хрестоматийный пример, когда в 91-м году во время битвы в пустыне была там такой бой или битва на 73-й инстинкт, так называемый, одно из сражений в Иракской пустыне, так вот тогда был эпизод, когда разведывательный дозор из двух Брэдли выскочил на позицию иракских танков из 13 Т-72, уничтожил пять иракских танков до подхода подмоги, ну и вышел из боя победителем. Ну, надо тут понимать, что тогда Брэдли, американцы использовали в комплекте СТОУ, ПТРК ТОУ, который установлен на Брэдли, у нас, к сожалению, этих ракет ограниченное количество, мы вынуждены больше работать артиллерией, но если бы мы имели больше и ПТРК к этим, точнее, ракет к ПТРК этих боевых машин пехоты, успех был бы еще больше. Ну, даже автоматическая пушка, смотрите, как отлично отрабатывает, да, казалось бы. Вот я помню, мы говорили, когда только Брэдли передавали Украине, все как раз вспоминали вот эту операцию «Буря в пустыне» и говорили, что хотя это и БМП, она успешно борется с танками. И вот сейчас это видео, это как раз и показывают. Универсальная машина, мощная, живучая, спасающая свой экипаж, наносящая урон противникам. Давайте перейдем к другим темам, не менее интересным. Глава МИД Великобритании заявил, что текущая ситуация напоминает 30-е годы. Ну, напомню, это когда Запад пытался умиротворить Гитлера. Вот Дэвид Кэмерон заявил в подкасте «Политика» для издания следующее, я процитирую, «Это вызов для нашего поколения. Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 30-х годах. Мы не должны умиротворять Путина, мы должны противостоять злу, который представляет собой его вторжение». Недаром вот вспомнил, да, вот он этот исторический период, но вот видно, что никто сейчас из политиков на Западе не хочет остаться в истории Чемберленом, да, но все хотели бы остаться в истории Черчиллями. Но вот для этого-то нужно принимать решительные, не всегда популярные, но нужные решения. И вовремя, так ведь? Мне кажется, что в Европе, ну и в мире, тем более, достаточно сейчас Чемберленов, которых, хотящих сойти вот с самолета и сказать такой открытой фразой «Я принес вам мир». Но понимание того, что мира с Россией таким путем не принесешь, оно движется по Европе. Осознание того, что Россия представляет угрозу не только для Украины, а и для европейских стран все больше завоевывает умы не только политиков и военных в европейских странах, но и в обществе. И о том, что Европа начинает от этого 30-летнего литургического сна просыпаться, готовить, нам накачивать мускул и готовиться к обороне, но свидетельствует целый ряд факторов, начиная от раскупорки ВПК до проведения ряда широкомасштабных учений по защите, в первую очередь, восточных рубежей, альянса. Вот говорят, в принципе, тут пословица подходит к этому, о том, что Европа медленно, конечно, запрягает, но затем быстро едет, потому что суммарный ВВП стран НАТО европейских, оно несопоставимо с ВВП России, просто Россия смогла перевести свою, даже свою эту отсталую экономику на военные рельсы, а Европа только начала это делать, но будем надеяться, что очень быстро догонит. Командующий воздушными силами Украины написал следующее, что не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков и истребителей усилят самолеты Мираж 2000D и А-10 Сандерболт, ну, которого, так, между собой называют военный бородавочник. Вот понятно, что это будет не завтра, но вот из слов генерала видно, что мы не замыкаемся только на F-16. РФ сейчас воюет на пределе возможностей, а мы постепенно усиливаем свои, в том числе и воздушные силы, то есть у нас еще впереди очень большое усиление, и России придется, судя по всему, не сладко и в воздухе тоже. Ну, я моряк, поэтому на спор между сухопутными войсками и летчиками и авиацией немножко смотрю со стороны и понимаю... Со стороны всегда виднее, кстати. Да, и понимаю требования Сырского, командующего сухопутных войск, добыть его любимый самолет, вот как он сам сказал, А-10 «Тандерболт» это штурмовик уникальный, американский, ну, о нем много можно рассказывать, который бы сильно дополнил возможности нашей фронтовой авиации и Су-25, и вертолетов наших, и Восьмых, и Восьмых, и Восьмых, которые говорят, что все-таки приоритетом, первое, очередь номер один должен быть многофункциональный истребитель-бомбардировщик, самолет, который выполняет задачи, широкий спектр задач, от бомбардировки позиций противника до закрытия неба и до противовоздушной обороны. Ну, действительно, в логике не откажешь. Это вопрос приоритетов. Другой вопрос, что нельзя зацикливаться на одном F-16, возможно, когда-то он может стать нашей базовой машиной военно-воздушных сил, но в условиях широкомасштабной войны нужно рассматривать все возможные предложения. И здесь мы еще не упомянули и Гриппены шведские, тоже очень интересные самолеты. Но по Гриппенам, извините, перебью вас по Гриппенам, вот есть информация, да, о том, что глава МИД Швеции не исключает предоставление Украине самолетов Гриппен. Вот, однако, принятие вот такого соответствующего решения связано с вступлением Королевства в НАТО. И премьер-министр Швеции, вот, когда его об этом спрашивали, он четко сказал, мы ничего не исключаем. То есть, если Швеция, такие, становится под зонтик Альянса, то мы теоретически можем рассчитывать и на их самолеты тоже. Да, и здесь позиция шведов за два года радикально изменилась. От такой созерцательной, до достаточно четкой поддержки. Вы понимаете, если финнам повезло, как говорится, то у каждого шведа есть свой Эрдоган. Вот, поэтому, ну, они вынуждены действовать с оглядкой на такую ситуацию. Другой вариант, австралийцы списывают свои АФ-18. Хорнеты, это палубные, насколько я думаю. Палубные истребители-бомбардировщики. Но австралийцы, они, как, они разрабатывались как палубные, но австралийцы их используют как полевую, полевую авиацию наземную. и это истребитель-бомбардировщик, это тяжелая машина. Если Ф-16, это можно условно приравнять к нашим МИГам, то Ф-18, это наши Су-27. Вот, и эти варианты надо рассматривать. Все, что можно, нужно приобретать. Очень неприятно, тут про австралийцев заговорили, неприятная история случилась с австралийскими вертолетами, да, но австралийцы оправдываются тем, что запрос от Украины поступил уже через, спустя два месяца после решения правительства и выделения денег на их списание. Ну, честно говоря, можно было и предложить, дело в том, что утилизировать вертолеты тоже стоит достаточно немало денег. Там миллиарды не целые выделяли на их утилизацию. в общем, так получилось не очень красиво. Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставил Украине, в целом, предоставит Украине в 2024 году. Эта помощь составит более 7 миллиардов евро. Но вот единственная печальная новость, Таурусов среди этого списка мы не находим. Как вы считаете, мы их дождемся или нет? Казалось бы, что Германия ждала вот этих, как вчера один из экспертов наших сказал, открытых дверей по танкам, говорили, вот откроются двери для танков и США, тогда и мы дадим. Вот, казалось бы, то же самое касалось и ракет. Вот, как только Европа, как только США начнут давать ракеты и Германия к этому присоединится. Но мы видим, что ракеты из Великобритании дальнобойной, ракеты из Франции выполняют уже свои миссии, очень успешно выполняют свои миссии в Украине и американцы уже давали нам первую эту партию ракет Атакамс. А вот почему-то в Германии все время медлят и не хотят. Хотя помощь от них колоссально, очень большая помощь. Но вот эти ракеты это сейчас то, что к месту. Скажем, даже то, что нужно было на вчера. Вы видите, мы уже такого партнерства, опыт имеем достаточно большой и нашим военным и дипломатам надо учитывать, как оказалось не только межгосударственное отношение, как внутри НАТО, так и не его, но и внутриполитическую обстановку тех или иных стран. И буду я приводить ситуацию сейчас с Соединенными Штатами, где фактически Украину горячая тема, тяжелая тема. Поэтому все, кто хочет от кого-то чего-то добиться, могут использовать ее как такую себе мозоль, на которой можно надавить своих шкурных интересах. То же самое с автоперевозчиками в Польше, с республиканцами в Штатах в определенной степени с Таурусами похожая ситуация. Ну, буквально на днях было голосование в Бундестаге проваленное. Оно ожидаемо проваленное, потому что там Таурусы для Украины были выдвинуты в такой хитрой комбинации от азиопозиционной партии. Ну, результат ожидаемый. Эксперты, коллеги говорят, керманофилы наши, говорят о том, что немцы будут еще голосовать с другой законопроект в Бундестаге через 2-3 недели и, возможно, там решение будет принято. Ну, точнее, говорят, скорее всего, давайте будем осторожны, будем говорить возможно. Хотел бы с вами такой вот вопрос обсудить. Мы редко поднимаем эту тему и как-то в мире не слышно особой реакции. Тема очень важная. В Генеральном штабе Вооруженные силы Украины сообщили, что российские оккупационные войска осуществили в Украине 626 атак с применением боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Вот скажите, как на это реагирует мир? Возможно, я что-то пропустил, но я не видел даже ни одного случая обеспокоенности, не говоря уже, как мы говорим, глубокая обеспокоенность. Вы слышали что-то подобное? К сожалению, да, действительно, проблема такая существует и отсутствие должной реакции подписантов той же конвенции о запрещении применения химического, биологического и радиоактивного оружия является таким примером, мягко говоря, неадекватной реакции мира. Но, тем не менее, стучаться мы должны во все возможные двери и это касается не только применения различных отравляющих веществ отравляющих веществ или овы нелетального действия. Это касается и химических веществ, вызывающих термобарические боеприпасы в том числе, белого фосфора. Это тоже в принципе, ну почему в принципе, согласно конвенции является химическим оружием и их применение в мире запрещено. Я напомню, кстати, по поводу термобарического оружия, применение его не только на поле боя, но и для уничтожения военнопленных в Олимпе. Да, это было в Олимпе. Вот, это такое ну преступление одно из военных преступлений уже страшное. Тяжелейших военных преступлений. Ну, использование солнцепёков, и солнцепёки, тяжёлая огнемётная система, это же как раз они используют термобарические боеприпасы, благо, что наши ребята уничтожают их очень быстро и качественно на все эти солнцепёки. Это применение химического оружия на поле боя, а то ведь применение оружия против военнопленных. Военнопленных это сразу две конвенции ООН, которые идут коту под хвост. Их просто бросают, мир смотрит и только вздыхает. А почему вот они никак не реагируют, как вы считаете? Казалось бы, ну, факты налицо, тем более, вот если мы говорим о применении химического оружия раздражающего действия, что вот происходит на передовой, 626 атак, ни одна, ни две, даже не сто, их уже более полутысячи и никакой реакции, казалось бы. Вот, знаете, напоминали о том, что война, сейчас война как бы больше напоминает даже не вторую, а первую мировую войну, позиционная война, и Россия, как раз используя химическое оружие, еще подчеркивает это, не только война артиллерии, да, и забрасывание копов противника химическими боеприпасами. Казалось бы, мир прошел это еще в начале прошлого столетия, но нет. Ну, мир прошел, потом в середине столетия мир создал Организацию Объединенных Наций, чтобы такого не произошло. Оказалось, функционал ООН в современном мире не столь, совсем не продуктивный, я бы уже так сказал. Когда в Совете Безопасности ООН сидит страна-агрессор, которая нарушает все возможные конвенции Организации Объединенных Наций, она не просто накладывает вето на резолюции, она просто блокирует выдвижение тех или иных вопросов на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, она навстречу выдвигает абсурднейшие различные обсуждения, но превращая ООН в такую, по-моему, американская представительница сказала, что не надо превращать все без ООН в цирк. Да, они реально в цирк, как бы сегодня на манеже, когда они выступают, действительно, и то, что они говорят о всяких боевых комарах, это вообще даже уже и обсуждать не хочется, но и вспомним, что все-таки организация Объединенных Наций, и нужно ли нациям объединяться вот с такой страной-агрессором, непонятно, надеюсь, что и в ООН тоже сделают все-таки какие-то свои выводы. Спасибо вам большое за этот интересный разговор и вашу экспертную оценку Павел Икичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия 21 был в эфире Фридома. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова